Позвольте, наверное, представлюсь для тех, кто с нами еще не очень хорошо знаком. Как сама сказала, меня зовут Анвар Муканов. Я возглавляю практику EY по трансферному саморазванию в Казахстане, Центральной Азии и на Кавказе. И сегодня мы с моей коллегой Юлией. Юлия Барсукова у нас сосной эксперт по Казахстану. Наверное, все ее тоже знают, те, кто работал с ней на проектах. Юлия, тоже поприветствуй, пожалуйста. Приветствую всех участников вебинара. Очень приятно, что такое большое количество сегодня зарегистрировавшихся, что говорит о том, что, наверное, тема очень актуальна. И очень бы хотелось, чтобы сегодня вы услышали как можно больше интересной и полезной информации. Да, тема актуальная, но я бы сказал бы даже с учетом того, что мы сегодня будем обсуждать. Как говорит молодежь, тема бомбическая, ажиотажная. На самом деле, то, что мы увидели в проекте, предлагаемых комитетом госдоходов Минфина в предложениях, это на самом деле существенные, если сказать, революционные изменения. Мы будем ссылаться сегодня на сравнительную таблицу, которую 27 января текущего года АНК, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, направлял своим участникам для обсуждения на круглом столе, который состоялся уже позже, 27 января. Вот поэтому можно считать, что эти предложения, они являются публичными, поэтому, думаю, здесь нет никакой тайны, сейчас поговорить о них и, может быть, уже свою позицию сформулировать, может быть, даже принять какие-то решения в отношении того, к чему и как готовиться. Тем не менее, наверное, сразу сделаю такую тоже оговорку, это поскольку все предложения пока что не являются именно законодательной инициативой, то есть не направлены в правительство и так далее, поэтому эти изменения будут также, в свою очередь, изменяться, то есть я так полагаю, что бизнес будет давать свои предложения, некоторые формулировки, они тоже, на мой взгляд, должны быть уточнены, и таким образом, конечно, финальный результат этих всех правок, который пойдет в правительство, но и потом, наверное, в парламент, они, конечно, будут отличаться, но основная цель нашей сегодняшней дискуссии, это именно посмотреть, как говорится, куда дует ветер, то есть наметить для себя вот в этих правках, увидеть в этих правках такие основные тенденции или намерения комитета госдоходов, чтобы понять, какую политику в отношении именно трансферта, а с образованием страны и государства нам следует ожидать в ближайшем будущем. Ну и скажу пару слов по поводу введения в действие каких-либо изменений. На самом деле, тема эта уже не первый год у нас у всех на слуху, тем не менее, несмотря на попытки вот что-то ввести новое в закон, пока что были косметические правки, и вот эти вот серьезные изменения, которые сейчас комитет госдоходов предлагает, скорее всего, ну, вряд ли будут рассмотрены, приняты в этом году, наверное, но это, опять-таки, наше ожидание, что это будет, наверное, не ранее следующего года, когда поправки могут быть приняты и вступить в силу, вот, соответственно, скорее всего, если какие-то изменения будут, то начиная с 1 января уже 2022 года, хотя у нас 2021 год только начался, но на самом деле, вот, если сходить из того, насколько сложные и вообще, как я сказал, уже революционные правки намечаются, к ним уже, наверное, стоит сейчас начинать готовиться постепенно, да, и, как бы, понимать, какие, возможно, для вас сложности в связи с этими правками могут возникнуть. Если в целом такой ставшот, как говорится, делать, кратко охарактеризовать эти правки, можно сказать, что одним словом, это усложнение, усложнение правил, правил контроля, то, как мы должны обосновывать трансферное сообразование, расширение сферы контроля, то есть жить станет наверняка всем сложнее, как и налогоплательщикам, так и налоговым органам, которые будут в последующем нас с вами проверять. Вот, давайте тогда перейдем к слайдам, формат мы какой сегодня хотим использовать, мы сейчас выключим камеру, вернее, она станет, как бы, изображение станет маленькой картинкой, мы сейчас опустим слайды, на которых мы, скажем так, своими словами попытались передать суть того, что содержалось в сравнительной таблице, которую распространил АНК, вот, и в течение, наверное, уже оставшихся, какие у нас там, 45 минут мы планируем рассказывать вам про эти изменения, а потом полчаса мы выделим как раз для того, чтобы более подробно в развернутом виде ответить на интересующие вас вопросы. Свои вопросы вы можете отправлять вот в чат, надеюсь, у всех эта вкладка видна, Q&A называется, как раз вот здесь видно, кто что пишет, вот туда можете отправлять, и мы потом будем зачитывать ваши вопросы или пересказывать их вкратце своими словами и отвечать на эти вопросы. Большое спасибо за такое долгое вступление, что прослушали, давайте сейчас непосредственно перейдем к самому интересному. Вот мы с Юлей все вот эти предлагаемые правки, мы их разделили на темы, на самом деле, если смотреть на таблицу, то читать ее, конечно, нужно вкупе, принимая в учет все вот эти новые положения, предлагаемые, потому что есть такие, на первый взгляд, неочевидные связи, которые только, когда их читаешь, вот эти положения в совокупности, позволяют нам понять, что на самом деле предлагается, да, поэтому мы вот по-своему, скажем так, реструктуризировали всю эту информацию, да, и разделили на основные темы. Вот первая тема у нас будет контролируемые сделки, вторая тема у нас это методы определения рыночной цены, корректировки и налоговые проверки тема, и также еще поговорим про местную отчетность, поскольку очень многие компании сейчас сталкиваются с этим требованием, у нас вот больше, почти на 100 проектов было в прошлом году, как раз по местной отчетности, поэтому местная отчетность, я думаю, что тоже большинство из сегодняшних участников тоже интересует. Так, давайте начнем, первое положение, вот по контролируемым сделкам, Томал, можно, пожалуйста, отдавайте я сам лучше, так удобнее будет, я сам буду переключать. Коллеги, сейчас первый слайд видно, да, уже подскажите, пожалуйста, поставьте плюс в чате, если видно. Вот, Айнур ответил, Айнур, спасибо, видим ваш плюс, постараемся максимально интерактивными быть, чтобы всем было не скучно. Вот, что у нас по контролируемым сделкам, да, то есть сделкам, которые попадают под действие контроля, в отношении которых, соответственно, налоговики могут проводить проверки, ну и нам, как налогоплательщикам, нужно определенные требования выполнять. Как вы знаете, вот по текущему закону есть такое понятие, как международные операции, это, наверное, основная, можно назвать основная сфера контроля, также по закону предусмотрен контроль в отношении сделок внутри Казахстана, да, но с этим, я думаю, что пока еще особо никто не сталкивался, поэтому определение международных делок в операции, оно, по сути, для определения периметра сделок, который попадает под контроль, оно является ключевым. И вот, что мы видим в этом определении, оно у нас, скажем так, очень похудело в плане того, сколько слов в нем стало, но смысл его существенным образом расширился. Я вот буквально зачитаю то, что вы видите перед собой на слайдах, то есть это сделки, в которых хотя бы одним участником является нерезидент. Первое, что приходит на ум, наблюдение, это то, что из определения убрали предметы сделок, да, то есть, если раньше мы говорили, да, в текущей версии закона, как это звучит сейчас, это экспорт-импорт товаров, да, потом была следующая часть определения, это услуги, работы, вот, то сейчас мы видим, что типы сделок, в принципе, они уже в этом определении никаким образом не фигурируют, то есть, намерение, вот, на наш взгляд, такое, что сделать охват максимально широким, то есть, неважно, что это, товар, работа, услуга, были вопросы по лицензированию материальных активов, были вопросы по купле-продаже акций, далее участие, новые формы какие-то взаимоотношения между бизнесами, да, между компаниями, вот, чтобы все это не конкретизировать, не делать такой перечень исчерпывающий, вот, сделано такое упрощение словесное, да, но расширена существенным образом сфера контроля, вот, что меня в этом определении смущает, да, помимо вот расширения сферы контроля, это то, что здесь написано «не резидент», да, то есть, скорее всего, предполагается, что «не резидент» — это компания, которая зарегистрирована по законодательству какой-либо иностранной юрисдикции, то есть «не Казахстан». У нас в Казахстане, вы знаете, есть такая форма ведения бизнеса, как филиалы, да, которые у нас не являются резидентами Казахстана, являются не резидентами, но у которых есть регистрация, они являются постоянными учреждениями, платят налоги так же, как платят их резиденты, да, но с некоторыми там разницами, вот. Вот, поэтому, в наш взгляд, здесь остается открытый вопрос, будут ли попадать под действие контроля операции с нерезидентами, которые имеют филиалы в Казахстане, или непосредственно даже с самими филиалами этих нерезидентов в Казахстане. На самом деле, таких операций очень много, филиалов у нас, поскольку, тоже очень много, вот, поэтому, по идее, если было бы сужение до нерезидентов, которые не имеют никакого налогового присутствия в Казахстане, написали бы, что нерезиденты, не имеющие постоянного учреждения в Казахстане, да, но вот так вот выглядит, как будто бы, в том числе и те нерезиденты, у которых есть постоянные учреждения, они попадают под это определение, да, вот, обратите на это внимание, здесь, наверное, надо будет обращаться, да, за пояснениями в Комитет госоходов в ходе работы над обсуждением этих изменений, и как раз-таки уточнять, является ли это, может быть, достаточно четкой формулировкой, либо это, на самом деле, такая позиция у Комитета госоходов именно настолько расширить действия контроля. Вот, и, помимо этого, мы обратили внимание на новую статью, статья 10.2, а именно пункт 9. Вот, на самом деле, вот эта статья, она касается вопросов сопоставимости, вопросов функционального анализа, такая очень длинная, детальная статья, вы тоже, если посмотрите на сравнительную таблицу, заметите, что очень много там чего сказано, но вот туда вкрылось, на наш взгляд, может быть, не совсем к месту вот такое положение. Мы его тоже процитировали, оно говорит, что если контролируемая операция, да, вот можно считать это МДО, да, международной операцией в нашем случае, или сделка на территории РК, которая подпадает под контроль, то есть если такая операция фактически осуществлена, но документально не оформлена, не подтверждена, она должна рассматривать согласно тому, что она из себя представляла, по сути, да, то есть как вели себя стороны, да, вот интересное слово фактическое поведение, да, мне кажется, оно даже у нас ни в каком другом законодательстве не фигурирует, да, фактическое поведение, интересная такая концепция, и фактически условия ее проведения, да. Вот, то есть на наш взгляд, если смотреть вот на это положение обособлено от того, что содержится в остальном, да, в статье 10.2, то как будто бы это можно привязать к тому, что вообще налоговики собираются контролировать, да, и на наш взгляд вот здесь вот возникает такая ситуация, что мы думаем, что у нас сделки нету, а налоговики приходят и говорят, это вы знаете, у вас там на самом деле эта сделка была, но вы ее никак не родили, не оформили, не подтвердили, но последствия при этом у вас никуда не деваются, и если, например, посчитать это положением как основанием для признания несуществующих сделок, скажем так, да, ну или неподвержденных, не оформленных, возникает ситуация, что налоговики могут увидеть объекта налоговложения в том, что мы на самом деле таким объектом и не признавали, да. Вот, Юлия, на твой взгляд, вот, как ты думаешь, насколько я прав, да, и вот если все-таки я прав, да, не дай бог, как вот дальше эта будет цепочка раскручиваться? Ну, действительно, не до конца ясно, соглашусь с вами, не до конца ясно, для каких целей это положение вводится, то есть для целей только функционального анализа, либо для целей закона в целом, но вот в качестве примеров, наверное, что можно привести в случае, когда местная компания получает услуги поддержки от компаний-группы, да, и это не задокументировано, то есть нет какого-либо контракта на это все. Скажем даже так, не то, что услуги, может быть, получают поддержку просто, да, поддержку, да, то есть услуги, наверное, это когда уже договор есть, да, вот поддержка, да, вот именно. Да, либо, например, когда предоставляются компании, опять же, местные, права на, например, товарный знак, либо какие-то объекты интеллектуальной собственности, но при этом всем, опять же, нет никаких документальных подтверждений, то есть нет контракта и первичной документации. Да, Юля, я с тобой соглашусь, если дальше посмотреть на определение, коллеги обратите внимание, написано, да, с учетом, в частности, выполнения функций, да, вот если мы говорим про поддержку, да, со стороны зарубежа, это как раз, можно сказать, функция поддержки, да, если говорить про дальше, что написано, активы, например, да, которые фактически использовались, да, мы на самом деле сталкиваемся с ситуацией, когда есть использование каких-то вот нематериальных активов, причем, если смотреть на понятие более широко нематериального актива, это не всегда оформленные какими-то конкретными правоустанавливающими документами активы, да, то есть они могут, в принципе, существовать как таковые, да, вот ноу-хау, например, да, когда мы актив как таковой нигде не показываем, да, но на самом деле мы все-таки пользуемся чем-то, что не имеет материальной, скажем так, основы, материальной формы, но при этом помогает нам делать бизнес лучше, зарабатывать больше прибыли и так далее, да, вот это вот тоже, как бы, такой опасный край, к которому подходим, поэтому, наверное, надо будет просить тоже, опять-таки, комитет госоходов дать пояснение, что же они имели в виду, да, нужно ли это рассматривать в привязке к контролируемым операциям, или все-таки здесь мы говорим только про функциональный анализ и ничего больше, да, про какое-то сопоставление. Окей, вот по контролируемым сделкам это, наверное, основное, что мы хотели сказать, давайте двигаться дальше, ой, извините, вот у нас по, да, по области, да, и второе, продолжение темы контролируемых сделок, вот определение взаимосвязанных сторон, это немножко такая вот параллельная тема, которая идет с контролируемыми сделками, да, вот что я хотел тоже подчеркнуть здесь, то, что мы с вами всегда говорим, вот у нас в Казахстане очень особенное законодательство применяется всем трансграничным операциям, ну, в частности, чтобы для всех было, наверное, понятнее, ближе, как говорится, к целу, это экспорт товаров, в частности, да, услуги, которые мы получаем от нерезидентов, займы, например, мы говорим, что контролируются все сделки, да, есть взаимосвязь, нету, остановлена она налоговыми органами, признана она или она не признана, или не установлена, неважно как, контролируется, по сути, все, да, и вот здесь вот, получается, у нас идет уточнение, это статья 11, то, какие стороны нужно считать взаимосвязанными, при этом это дополнение, то есть то, что существует в сегодняшнем законе, оно остается, да, это именно признание взаимосвязанности через участие в контроле капитали, там, помните, до 10%, чаще всего мы смотрим именно на участие в капитале, с порогом 10%, родственные связи, участие в управлении, да, вот здесь вот у нас совершенно новые типы взаимосвязанности, на самом деле мы их видим в законодательстве некоторых стран, в частности, вот, наверное, это похоже в том числе на то, что ОСР рекомендует, да, возможно, здесь как раз эксперты ОСР что-то подсказали, комитет госоходов, вот такой вот экономический контроль, и если смотреть глубже, да, вот какие ситуации у нас прописаны в предлагаемых правах, да, вот первое, это лицензиат и оцензиат, да, вот ситуация, когда у нас лицензионные платежи составляют более 50% стоимости реализуемой продукции, да, лицензиата, на самом деле, вот, я не знаю, Юлия, ты видел такие ситуации, у нас настолько существенные были роялти, да, я думаю, что именно речь идет про продукцию, я видел ставки, там, не знаю, ну, 1, 2, 3, 5, 10, может, в каких-то случаях, 15 или там 20%, да, 50, я знаю, Возможно, что в каких-то, да, в каких-то случаях на практике у кого-то, вот, какие-то видели такие огромные платежи, да, или, давайте назвать, роялти, и вот для таких специальной ситуации как раз такая правка предлагает, ну, в большинстве случаев, у большинства налогоплательщиков, наверное, ситуация такая не возникнет. Следующая связка, да, это поставщик и покупатель, ситуация, когда, например, давайте, чтобы конкретнее ссылаться можно на какой-то пример, чтобы конкретнее было, мы, как иностранская компания, покупаем сырье у компании «Элезента», зарубежная компания, давайте в нашем случае скажем, что это какой-то продавщик, который не представлен, таким образом, как иностранец, и вот мы у него покупаем сырье, материалы, и вот стоимость таких закупок, она составляет более 50% от стоимости всех наших закупок, которые мы используем для производства и либо торговли готовой продукции, ну, либо такой другого, да. Вот, то есть, здесь еще в случае, когда мы покупаем, собственно, готовую продукцию, то есть мы являемся дисциплинатором, например, да, мы никакую дальнейшую переработку и так далее, когда мы не осуществляем, что купили, то есть продали, тоже, соответственно, если мы приобрели, то это более чем 50% всех наших покупок, тогда она будет в отношении к нам взаимосвязная. Далее связка продавец-покупатель, давайте тоже конкретизировать ситуацию, рассмотрим, когда мы являемся константным продавцом, проединить что-то, ну, или, может быть, даже купили и перепродали рубеж, да, на импорт нерезиденту, какие-то товары, и вот такой вот нерезидент у нас купил более чем 50% от всех наших продаж, да, от нашей выручки. Такая ситуация тоже возможно, на самом деле, вот, наверное, поставщик-покупатель, продавец-покупатель мы, да, на самом деле, видим, когда не связанные стороны у нас вот такие вот отношения сами не сформируют, да. Чаще всего то, что мы слышим от бизнеса, это то, что на самом деле выгодно конкретно поставщиком или покупать, обработать, уже долгосрочно, опять, в перспективе сложились такие отношения, всех все устраивает, но вот получается, что такого рода как раз взаимоотношения будут рассматриваться, да, если будут приняты соответствующие правки. Вот, ну и еще интересные два пункта по финансам, да, по финансовым делам, мы их обычно называем, это предоставление финансирования. И в каком случае просматриваются отношения между критерами и должником, то есть, например, давайте скажем, мы, гражданский должник, берем у финансового критерия займ, который преднится в числе процентов вот нашего оплаченного капитала, да, собственно, или же вот компания за рубежом, которую мы салайдом, займа, вот более 50 процентов, да, но тут имеется в виду задолженность, можно сказать, что задолженность в каком-то конкретном году, поэтому, то есть, наверное, займ просто, вообще, посуды, да, то, что мы их должны искать в конкретном году, вот это будет отмерять вот с оплаченным капиталом, два пиктора и, да, тоже, сказал бы, ситуация, наверное, встречает, да, это бывает, и, скорее всего, кто-то под это попадет в взаимосвязанности, и вторая, это уже очень распространенная, наверное, вторая по распространенности после займов, это вот гарантии, вот про гарантии, что не сказано, что не менее 10 процентов общая сумма долга одного лица гарантируется другим лицом. Вот здесь уже, наверное, тоже необходимо уточнять, не совсем понятно, потому что, если мы говорим про какой-то конкретный займ, обычно агбиратор покрывает всю сумму займов здесь взаимодателя, да, это 100 процентов, да, гарантируется наступна по всему займу. В случае, вот, то, что мы здесь видим, да, в этом учреждении, наверное, имеется в виду общая сумма долга у какого-то конкретного кредитора, да, должника, извините, у какого-то конкретного должника, то есть может быть такая ситуация, что единственный займ, по нему гарантия, и тогда вот точно это положение работает, либо, может быть, скажем, несколько займов, но один из займов, который 100 процентов гарантирован, составляет 10 процентов или более 10 процентов от суммы всех займов, да, всей задолженности на какой-то конкретный момент времени, и тогда, получается, тоже будет применяться вот это определение взаимосвязанных сторон. Вот, и последнее, что мы увидели в СТ, в сравнительной таблице, это исключительные права. Это, наверное, вот тоже такая интересная ситуация, тоже, наверное, здесь нужно дальше разбираться, смотреть на юридическую составляющую, это определение, то есть что такое исключительные права, да, далее там в СТ поясняется, да, но вот имейте в виду, что если у нас вот такие права предоставляются агенту, дистрибьютору, дилеру, тогда вот сторона тоже будет признанной взаимосвязанной. Вот, и подводя итог, вот тоже спрошу Юлию мнение, да, вот я в самом начале сказал, что по идее, наверное, это не влияет на область применения контроля, да, на то, какие сделки попадают, но что это может влиять, вот почему для нас это важно, представим, что у нас, да, вот такая ситуация возникла, в любом случае, мы говорим, эта операция и так будет антальвировалась, поскольку это не резент, вот что за этим может скрываться? На мой взгляд, это может быть важно в тех случаях, когда мы проводим внутреннее сравнение, в том числе, вот, например, для метода сопоставимой ценой, то есть, грубо говоря, когда у нас есть одна сделка с взаимосвязанными стороны, точно такая же сделка с независимостью. Для того, чтобы нам вот правильно сопоставить основу эти сделки, нам нужно чувствовать, понимать, какая сторона у нас зависимая, какая сторона у нас нет. И также понятие взаимосвязанности тоже актуально в контексте местной отчетности, но мы про это чуть позже еще расскажем более подробно. Хорошо, спасибо, Юля. То есть, опять, наверное, сделаю ремарку, что нужно читать положение закона как единый закон, да, то есть, смотреть, где они пересекаются друг с другом, и только тогда, может быть, до конца будет ясно, какая у нас картина складывается. Следующий такой очень большой раздел, это как раз касающийся методов определения рыночной цены, вы, наверное, помните, у нас законом укреплены пять методов определения рыночной цены, вот, если у нас даже будет все еще новое появляется. при этом, что самое важное отметить, можно сразу же сказать, что метод сопоставимой неконтролируемой цены, он сохраняет свой приоритет, то есть, по-прежнему, если смотреть на правоприменительную практику в нашей стране, это, наверное, 90% случаев, 90% видов сделок или там сделок, скажем так, в отношении которых, давайте сокращенно буду говорить, МСНЦ применяется, поскольку, опять-таки, фокус проверок изначально исторический, да, и на сегодняшний день оправлен на продажи недропользователей товаров, которые относятся к продукции нефтегазового и горно-металлургического сектора, но мы все время об этом говорим клиентам, подчеркиваем, что интересы КГД уже выходят далеко за рамки вот этих вот привычных, казалось бы, для нас операций, видов операций, все больше и больше смотрят на другие виды сделок, но до сегодняшнего дня, вот если смотреть на закон, да, инструментов для другого рода сделок, где мы не можем просто взять цену, сравнить с копировкой, скорректированной на какие-то определенные различия в условиях сделок, да, вот такого инструментария не было, да, и те же самые услуги, например, те же самые операции по импорту, они как-то у нас выбивались из этой колеи налоговых проверок, и вот, наверное, уточнение методов, да, способов их применения должно говорить нам о том, в первую очередь, что есть интерес налоговиков вот этот инструментарий ввести, как говорится, в оборот применение для повышения, во-первых, самостоятельная, скажем так, дисциплина налогоплательщиков, да, то есть, если раньше мы могли сказать, что ничего не понятно, как это применять, поэтому, в принципе, это делать не будем, ну, или там, кто работает уже по этим методам не первый год примерно уже для себя или очень четко определили, как это должно работать, но все мы прекрасно знаем, что пробелов было очень много, да, путаница с этими методами, какой же все-таки применять показателями рентабельности, и вроде бы сейчас вот эта вот попытка, она должна, наверное, привести в порядок положение закона в отношении методов, ну, и еще, наверное, добавлю, да, вот мы с Юлей работали тоже на российских проектах очень много, несколько лет, и вот для меня, когда я читал вот это положение, все выглядело очень похоже на положение российского налогового кодекса, да, я не знаю, Юля, у тебя такое впечатление сложилось, нет, вот мне так показалось, что прям очень такая четкая аналогия, вот можешь, пожалуйста, Юля, рассказать теперь вот, что же конкретно, вот какие формулировки теперь используются, да, что же нам теперь с этими методами делать, да, как их применять, если эти правки будут приняты. Да, я тоже еще немного расскажу именно про иерархию, то есть, как вы помните, в текущей версии закона у «Строю иерархия методов», то есть мы не можем применить, например, второй метод без оценки первого, и также не можем применить третий метод без оценки первого и второго метода. В предлагаемой редакции закона предлагается отменить эту иерархию, в частности, вот как Эмуар отметил, приоритет все же будет отдаваться первому методу, но все остальные методы, все остальные четыре метода, они будут выбираться исходя из того, насколько каждый Каждый метод является телесообразным фактом и обстоятельством земли. Тоже буквально пару слов скажу о том, что подразумевается под телесообразностью. Про это тоже внесены дополнительные положения. В частности, рассматривается несколько критериев, такие как, как тимон, которые в сторону каждого метода, уместность этого метода, наличие достоверной информации для применения метода и надежность проведения переселивов для использования этих методов. В качестве исключения тоже есть еще один интересный пункт, предлагаемый редакцией закона, который говорит о том, что если налогоплательщик не может использовать ни один из пяти методов, которые установлены законом, в таком случае допускается применение другого метода в рамках заключения соглашения по применению трансферного образования, так называемый advanced licensing agreement. Конечно, это может быть применимо, наверное, только в каких-то особых случаях, в каких-то уникальных сделках. Ну, наверное, мы считаем, что такие соглашения нечастные. Дальше, если говорить про уже непосредственно применение методов, то тут тоже важное изменение касательно рентабельности, если мы говорим про методы, начиная со второго. В принципе, в законодательстве вводится, скажем так, если будет принять закон о проектах, будет введено понятие рентабельности. В текущей версии закона у нас тоже есть понятие рентабельности совместно с понятием маржи, но в очень таком ограниченном виде. В определенном случае это... Да, и, кстати, у нас такая вот путаница, да, в итоге. Я считал, у нас есть оценка, есть маржа, есть рентабельность, да, в какой-то сфере деятельности. И то, что я вот видел в практике, люди путаются, да, что же с кем правильно называть, потому что, а, еще компенсация за выполнение торгово-патриотических функций, да, то есть даже четыре вещи, которые, наверное, по сути, очень близки друг другу по смыслу, да, то есть это какая-то прибыль, да, прибыльность, которую мы зарабатываем, да, в операциях. Ну вот, на мой взгляд, вот это вот была пляска такая, что вот у нас вот эти вот переплетены были в описании методов и других положениях вот эти вот понятия, и я так сейчас вижу, вот пересматривал еще раз, понятие маржи вообще, по-моему, убрали, да, остается наценка, но наценка нас вот отсылает, говорит, что наценка определенная в рамках, где, по-моему, рентабельности, то есть несмотря на наличие вот понятия наценка, оно тоже у нас сужается, все в итоге, да, понятие рентабельности и компенсация за выполнение такого последующего функции, по-моему, она вообще такая, вот, таковая. Надо еще раз пересмотреть, но, в общем, смысл, как я вижу, да, что все у нас слилось к рентабельности в итоге. Да, да, и что хорошо, что четко зафиксировано для какого метода какой вид рентабельности применим, в частности, вот вы видите в этом слайде, что для метода заплаты применима показатель балловая ориентабельность затрат, для метода цены последующей реализации баллово-ориентабельных продаж, ну и для метода чистой прибыли, это на операционном уровне, когда мы определяем три различных показателя, которые могут применяться основыванные на затратах, продажах и активах. Более того, также предусмотрена непосредственно прописана формула для расчета, то есть как тот или иной прорядок нужно рассчитать, что, в принципе, как раз-таки все вопросы, которые, возможно, были раньше. Может быть, только вопрос не закрывает сопоставление рентабельности с иностранными компаниями, да, потому что у них структура отчета о прибылях-убытках, на основе данных которого расчет производится как раз с сопоставимой рентабельностью, она может отличаться, наверное, я бы сказал, что больше похоже на как раз иностранский формат, да, и АФРС, но все-таки какие-то различия могут остаться, то есть нам все равно придется совсем чуть подробнее потом разбираться, когда мы уже начнем применять. Да, ну и если мы говорим про рентабельность, еще, наверное, тоже очень одним из самых важных изменений является изменение определения диапазона цен и рентабельности, а именно такой, скажем, уход от полного диапазона, в частности, в данной редакции закона определение диапазона зависит от того, какое количество сопоставимых сделок было найдено для анализа. Если у нас всего одна сделка, то она и будет являться рыночным значением, если можно так выразить, диапазоном в этом конкретном случае. Если у нас количество сделок до трех, то в таком случае разрешается использование диапазона от минимума до максимума, то есть как это в текущей версии закона. Но если у нас количество сделок превышает четыре сделки, то в таком случае законодательно предусмотрено использование интерфактивного диапазона. Ну, если говорить про сундукор, то это диапазон, который отсекает 25% значений со стороны минимума и 25% значений со стороны максимума. То есть такой более урезанный диапазон, и, конечно же, в него может быть сложнее попасть, чем, например, в полный диапазон, как это сейчас действует в законодательстве. Про концепцию этого межквартирного интервала просто добавлю, что это статистическая такая вот вещь, это статистический такой инструмент, да, отсеивание максимальных и минимальных экстремальных значений, скажем так. Да, вот если вы тоже делали какую-то работу по трансферному образованию, наверное, обращали внимание на то, что мы всегда использовали полный диапазон, да, и обычно тоже будем скрывать этого, да, получаются достаточно широкие диапазоны, в рамках которого или в чьи рамки могут попасть такие результаты очень далекие у среднего значения от медиана. Вот, наверное, на мой взгляд, вот это устремление налоговиков тоже, как бы, отбросить вот эти вот экстремумы, да, и прийти к суженному интервалу, чтобы сопоставление было более точным, да. В принципе, наверное, соответствует логике проводимого анализа. Вот мы тоже говорили в России, да, вот очень похоже на Россию. И в России прям законодательно в кодексе закреплен межквартирный интервал и там четко прописаны правила, да, вот Казахстане у нас, получается, к этому тоже приходит. Хотя далеко не у всех странах мы видим, какой межквартирный интервал. Хорошо. Ну, наверное, тоже пару слов скажу про определенные критерии, которые упоминают в новом проекте, критерии сопоставления коммерческих и финансовых условий, то есть это те критерии, на которые нужно будет обращать внимание в момент сравнения с фактической сделкой с рыночной сделкой. И здесь перечисляет ряд факторов, которые нужно оценивать, то есть такие, как фактические условия сделок, например, условия поставок, если это мы говорим о товарах или условия оплаты, полусы и риски активных сторон, характеристики самих товаров и услуг, экономические обстоятельства, например, география или размер рынка, на котором осуществляет деятельность сторона сделки, и стратегия сторон сделок. Вот тоже хотел еще пару слов добавить про функциональный анализ. То есть если смотреть на предложенную сравнительную таблицу, то уже законодательно предполагается внесение определенного перечня функций рисков и активов, которые должны быть рассмотрены при анализе по трансферному ценообразованию. До этого момента у нас такой перечень существовал только в контексте местной отчетности, но сейчас планируется введение конкретичной и для всего закона. Или вот так я быстро посмотрел, вроде бы то, что перечислено в функции риски активы, это вот очень похоже или даже может 100% перепечатка правил по местной отчетности. То есть в принципе для тех, кто готовил местную отчетность, будет не так сложно. А вот, в свое мнение, многие из наших клиентов, они для подготовки документации или по местной отчетности для казахстанских целей используют шаблоны, наработки, которые, или может быть даже документацию, подготовленные за рубежом, согласно рекомендациям ОСР и так далее. На твой взгляд, с учетом всех этих выточнений по методам, по функциональному анализу, по требованию сопоставимости там целая статья 10-2, да, получается, предлагается комитетам госоходов. Вот с учетом всего этого, означает ли, что этим компаниям, которые хотят зарубежные анициативы использовать для Казахстана, станет проще, то есть они больше будут соответствовать вот этим предлагаемым изменениям, если они на самом деле будут приняты. Или все-таки ты видишь какую-то такую прям существенную специфику, существенные отличия, которые, наоборот, усложняют нам применение зарубежных каких-то материалов? На самом деле, скажем так, перечень функций, он достаточно расширенный, то есть достаточно объемный, поэтому он охватывает те различные виды операций. И на мой взгляд, даже, наверное, может быть, станет проще, потому что есть уже определенный перечень, против которого мы можем отметить, осуществляют ли эти функции со стороны сделки или нет. Но в глобальных отчетах обычно мы видим очень такие большие описания национального анализа, которые, понятно, очень подробно описывают. Возможно, просто за цели нашего законодательства нам не придется такие детальные описания делать, а возможно, просто мы непосредственно как саморезур. Хорошо. Я тоже согласен. Вот именно, наверное, еще задам вопрос по методам и способам их применения, насколько ты думаешь, мы приблизились к международным стандартам или, наоборот, от них отошли? В принципе, наверное, да. Показатели рентабельные. Это да, потому что, если говорить вообще про концепцию функционального анализа, то в текущей версии закона у нас, я не знаю, может быть, там один или два раза это встречается. Но сейчас, во-первых, уже это хорошо, что налоговые органы очень специально прописывают перечень функций десантативов. Ну и, в принципе, наверное, проделав эту процедуру самой компании или по помощи консультанта, очень легко будет понять какой же функциональный профиль страны. Потому что, отметив те функции, которые несет страна и те, которые не несет, уже будет понятен какой-то функциональный профиль. Хорошо. Я думаю, что станет чуть проще, чуть понятен и появится большая уверенность в тех случаях, когда мы используем зарубежные опыты, зарубежные материалы для того, чтобы готовить документацию на кончетность. Но, тем не менее, я вот еще вижу другую сторону медали, а именно то, как потом алгоритм могут принять подходы, да, на правду, потому что, если это будет все настолько официально продемонстрировано в сопередательстве, то, что там остаток и национальном анализе, наверное, будет все зависеть до того, как смотреть на факты. То есть в зависимости, да, и в подобционном условии. Мы, наверное, при этом, в основном, в том, что мы пропишем и отдадим, но всегда уже будут налог проверки, налоговики начнутся просматривать и вот такие вот учтения которые сейчас появляется в этом проекте они могут наверно оставание вот этим надо будет быть внимательнее да и на работа она будет возникать любое уточнение она вылечивает надежность и повышает очень сегативно да можно надеть разными глазами еще один небольшой момент касательно вот того что в отношении сделок связь даже мясо были непонятно как вообще протестировать как определить рыночную цену а сейчас положение которое наверно больше все расставить на свои места в частности предусмотрен пункт что если у компании имеется операция по продаже акций которые не копируются на фондовой бирже или операции которые включают передачу в рамках реорганизации в таком случае по таким сделкам можно будет использовать методы финансовой оценки вот в частности еще тоже отмечается что стоимость оценочная стоимость или какая-либо внутренняя стоимость они не будут приниматься внимания только метод финансовой оценки которая основана стоимость будущего дохода поэтому если у компании сделки были либо планируются конечно мы рекомендуем тоже обратить внимание до операции по продаже на мой взгляд наверное анализ по ним сам условно что будет потоков такими же вопросами когда на мой взгляд потоков это еще более эффективное чем правило поэтому здесь будет тоже не просто скорее всего закладывать это тоже такое основание для того чтобы налоговики но по сути до двигались дальше и начинали проверять город операции как раз не раз почувствовать что будет расширение у меня вот еще остается вопрос по реорганизации до операции по реорганизации наверное это когда слияние поглощение линия какое-то происходит может происходить участием не совсем понятно какой-то более-менее ясен да но что имеется на виду и все таки не ясно да и организации если что мы почем сталкиваться со ситуациями когда мы не организовали и нам говорят налог хотя религиоз такой бывает реструктуризацию бизнеса обычно будет сложно но по себе реорганизация сложна учет каких-то налоговых последствий от этой реорганизации вообще на мой взгляд еще дремучий мир для нас пока для всех хорошо спасибо юлия для мнения надеюсь что ты еще хочешь почерпать или мы дальше двигаемся время тем более занимает так теперь дальше вот у нас уже раздел который бы для себя выделили это корректировки налоговой проверки это наверное да всего давай включим это вот наверно ток в итоге к чему-то когда все что мы до этого говорили в отношении методов способов применения и так далее это вот как бы наша внутренняя кухня которую мы передаем налоговикам в виде местной отчетности документации или каких-либо других пояснений а вот теперь что что будут делать налоговики да как они будут проводить проверки и такие корректировки возможны ну то есть корректировки как результат проверок но еще нельзя убирать со счетов корректировки которые так уж мало многоплачетчиков самостоятельно делает вот что здесь интересного нового да я для себя подчеркнул и думаю всем тоже будет полезно слышать вот если вы раньше сталкивались корректировками когда заявлялось отклонение цены сделки до этой то что прописано в текущей версии закона то в правках то в полагаемых изменениях у нас теперь вводится еще такое такая связка как отклонение условий сделки от рыночных условий это на наш взгляд тоже скажем так революционные изменения да то есть здесь раньше мы говорили что да вот факт отклонения установлен бы на этом точка дальше двигаемся то здесь уже получается что вроде бы цена как бы и рыночная да я не знаю пример может быть мы продаем что-то о котировке публикуем официально признанном источник информации то есть вопросов по идее ценой быть должно и метод приоритетные официально призван источник информации который тоже имеет преимущество перед другими источниками мы используем котировка прямо один в один да становится нашей ценой и вот тут мы раз и начинаем говорить какие-то условия сделки юля ты какие бы например условия сделки если была бы налоговиком да на какие бы ты условия посмотрела бы на что что нам как налогоплательщикам бизнесу можно ожидать да какой подвох что приходит на ум это различные условия оплаты то есть они могут объективно отличаться от того как чаще всего в этой сфере работают другие компании либо например условия поставки там тоже да какую-то там выгоду заметить вот поэтому наверное только два примера я тоже может быть сразу с листа попробую дать примеры какие-то может быть гарантии заверения возврат товара может что такое вот то есть я бы сказал наверное вполне правильно да когда мы говорим про взаимоотношения естественно оценивая результаты сделки идем дальше чем просто цена да приведу пример и нашла не любой повседневной жизни когда мы говорим когда мы слышим цену мы хотим сразу спросить за что цена да что что в итоге а какие другие условия да и естественно рассматриваем любое предложение на рынке скажем так на базаре там или в магазине в купе да со всеми другими условиями то есть если я покупаю какую-то цену хочу узнать сколько у меня еще будет карантин и обслуживание смогу я прийти через год вернуть товар без лишних каких-то вопросов или могу ли я например купить по этой цене но заплатить через год через два может быть и там и и позже да с потребительским кредитованием многие засталкиваются и поэтому я сказал бы смысл наверное правильно смотреть на операцию в целом да но теперь получается что у нас это законодательность будет купить но тут тоже могут быть сюрпризы да для нас это нормальное ведение бизнеса нормальное отношение которое мы видим на рынке по взаимоотношениях между несвязанными сторонами нам говорят нет это вы тут слишком пинули палку слишком большую дали отсрочку по оплате или там какие-то еще дали гарантии дополнительно тут надо будет разбираться и тут на самом деле тоже много субъективного добавляется и надо будет каждый конкретно раз анализ проваливаться и возможно здесь будут тоже споры с многовиками поэтому здесь нужно будет готовиться дальше если смотрим про это основание как для проверки да есть факт либо еще я подчеркну есть риск да то есть специально горекам сказать что вот вы не доплатили поэтому я с проверкой может быть достаточно что не заподозрили да вот я читаю слова риск как подозрение отклонения ну хотя на самом деле может быть существенно эта ситуация не меняет поскольку мы знаем что много реки хотят открыть проверку вот это они и открывают и никто не обязательно приходить сразу же на эту проверку и много в каким-то предварительными расчетами вы сделать как говорится за кадром себя в кабинете но я покрытие спокойно могут но здесь можно просто скажем так юридическая техника уточнений хотя важнее вот смотреть на опять таки вот тот является основой для корректировки да и вот если мы смотрим уже на определение того что может являться основанием для корректировки да вот здесь мы как раз видим да помимо цены еще вот эти условия сделки да то есть мало того что это причина для проведения проверки еще и основа для корректировки да ну и вводится понятие рентабельности потому что если мы говорим про методы основаны на тестировании прибыльности в том виде в котором они предлагаем редакции это будет означать что нет необходимости каждый раз рассчитывать цену для каждой конкретной поставки в рамках одной и той же сделки в рамках одного и того же договора налоговики будут смотреть на рентабельность целом компании тестированные говорим проверяемая компания вот и в принципе вот это означает что будет проводиться напрямую сопоставление рентабельности производственная компания зарубежная торговая компания налоговики будет смотреть на рентабельность зарубежной торговой компании случае отклонения от рынка будет возникать по их мнению основания для корректировки те клиенты которые уже не первый год готовили документации или хотя первый год в этом году готовили местные отчеты использовался метод не первый любой из других методов они наверное с этой концепции уже хорошо знакомы потому что в принципе по этой концепции работа тех кто еще сталкивался это будет как раз что-то новое новые методы и то что в рамках этих методов производится именно сравнение рентабельности имею ввиду не надо кроме первого еще раз повторюсь вот и по теперь уже расчету корректировки юлик ты уже об этом начала говорить диапазона до новое что начнется как рассчитывать вот и здесь у нас корректировка идет по отношению к медиане когда есть два и более значения да то есть что это означает что медианам можно рассчитывать когда есть два и более значений когда есть продачи не рассчитываться она есть это значение для тех кто статистику не изучал или группа то был медиан это серединное значение между двумя тремя четырьмя и более наблюдениями да то есть посмотрим на середине среднее значение и на середине и который в середине нашего интервала находится вот если у нас все лишь одно значение мы Мы тогда корректировку делаем от такого одного значения. Что еще важно по корректировкам, тут ужесточение правил видно в отношении сделок с офшорами, или как это называется, участники зарегистрированных государств с годным налогоблажением. И буквально сказано, что корректировка будет произведена без учета ретабельности. Какую мы ситуацию видим, что это может означать, например, мы приобрели, давайте скажем, услуги или товары у зарубежного поставщика, который как раз и есть офшорная компания. Если налоговики смогут определить рентабельность, которая была бы заложена в цену, или была бы фактически заложена в цену товаров, работают услуг, то они могут уменьшить, соответственно, наш расход на размер такой рентабельности. Хуже будет, если это положение будет интерпризироваться следующим образом. То есть налоговики скажут, что хорошо, мы видим вашу цену, тут должна быть рентабельность, определят сами этот рыночный уровень и просто возьмут и вычтут. Мы, конечно же, если эта сторона не связана, не будем знать, была ли на самом деле рентабельность, или ее вообще там не было, или она была какой-то минимальной, но вне зависимости от этого всего налоговики просто будут, как говорится, автоматически вычитать рентабельность наших расходов, которые мы в свою очередь берем, вычислили КПН. Вот когда мы продаем на экспорт, например, товар, офшорная резюция, или предоставляем услуги, вот тут, я не знаю, как это будет применяться, по идее, наверное, не должно применяться, потому что в нашей, собственно, цене рентабельность нашего покупателя, услуг или товара, она никак не может быть выложена. Ну, посмотрим, да, надо, может, комитет госдоходов спрашивать. Ну и обращу внимание для тех, кто является представителем крупного бизнеса, есть уточнение по установлению методики согласно решению правительства РК. Есть такой способ защиты от корректировок, на самом деле у нас таких постановлений уже немало, есть крупные компании, которые находятся на пути к установлению методики, да, то есть установлений какового нету, вот есть там некоторые уточнения, чтобы мы на них задерживаться не будем. Давайте двигаться дальше. У нас еще остался очень важный вопрос по местной отчетности, это уже, наверное, сюрприз для многих будет. Может быть, это наше видение, интерпретация такая более консервативная, но очень похоже на правду, вот Юлия сейчас как раз расскажет, а потом мы перейдем к вопросам. Я сейчас прокручу быстро чат, вопросов, если честно, почему-то немного. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, сдавайте, в полчаса еще времени, это выделено, хорошая возможность пообщаться. Спасибо. Спасибо, Нуар. Что касается местной отчетности, тут мы выделили два основных изменения, которые, на наш взгляд, очень важны. Первое – это изменение срока поставления местной отчетности в налоговые органы, то есть в предлагаемой редакции этот срок заменен 12 месяцев на 6 месяцев, то есть если это изменение будет принято, то тогда нужно будет подавать местные отчеты не в конце года, как это было, например, в 20-м году, а уже к концу июня, каждого года следующего за отчетного. Ну, то есть сокращается срок подготовки, да, если раньше можно было думать, а, у нас сейчас целых 12 месяцев, можно расслабиться, то вот с этим предлагаемым изменением получится так, что только вы закроете год, в зависимости отчетности, тут же имеется это налоговый, тут же придется садиться за местную отчетность или, может быть, даже параллельно начинать это делать, и будет всего несколько месяцев, сколько? Три месяца, да, получается, даже апрель, май, июнь, да, не позднее шести месяцев, да, три месяца, да, что на самом деле тоже большая нагрузка, наверное, будет на всех, на нас, и тех, кто готовит, и тех, кто заказывает. Да, и вот еще один тоже важный момент в отношении местной отчетности, уточняется, что положение касательно местной отчетности, они распространяются не на участника группы, как это было до этого, а на налогоплательщика. То есть это означает, что перечень лиц, который будет попадать под местную отчетность, он станет шире. Почему? Потому что участникам международной сделки признается, ну, если посмотреть, опять же, положение текущего закона, то признается все компании, которые попадают в лучшую консультацию, то есть все компании, которые входят в группы. Соответственно, если местная отчетность необходимо будет подавать к земному заплательщику, это означает, что не только те компании, которые попадают в группу, но и те, которые не входят в никакие группы, такие компании при соблюдении стандартных условий тоже могут попадать под требования местной отчетности. Да, я тут, наверное, напомню, мы сделали отсылку на то, что, скажем, более подробно про взаимосвязь этого положения с тем, что Илья рассказала про то, что мы обсудили про взаимосвязь интернан, да. Что получается, вот как мы это читаем, да, вот почему мы видим здесь, на самом деле, тоже осложнение для нас с вами, да, потому что, если раньше мы говорили, мы не участник группы, у нас нет, это первая, как бы, да, отбивка была, мы не готовим местной отчетности. Почему? Потому что в самих правилах, давайте я по-другому скажу, мы не готовим ее в полном объеме, потому что у нас в правилах написано, что вот в секция 2 для тех, кто с форматом заполнения местной отчетности, контролируемые сделки, это именно только те сделки, которые с связанными сторонами, там, с участниками, вернее, давайте так, я уже всех запутал. Первое, мы не участник группы, у нас нету сделок со связанными сторонами, была несостыковка между законом и правилами по подготовке, а компании некоторые сдали заполненную эту первую и третью секции без контролируемых сделок. Пришлось сделать это. Второе, мы участник международной группы, готовим по сделкам с участниками международной группы местной отчетности, это вот то, что в этом году у нас как раз было. Третья ситуация, у нас есть сделки с компаниями, которые не относятся к нашей международной группе, или мы вообще даже не создаем как таковую международную группу, но они признаются взаимосвязанными по текущему закону через участие, например, в капитале, контроле и так далее. Тогда мы говорим, местную отчетность мы не готовим, но контроль встает. Теперь, если мы уходим от понятия участник международной группы, как Юлия сказала, в налогоплательщик, то критерий по участию международной группы он сразу у нас убирается. Остается, наверное, смотреть в текущей предлагаемой редакции понятие сделки с взаимосвязанными сторонами. То есть мы уже не консолидируемся, но тем не менее взаимосвязанные стороны. И критерий по выручке пока в сторону вообще отложил. И вот дальше, помимо контроля, который мы говорили по действующему фону, это вот участие в капитале, еще вводятся вот эти новые положения по экономическому контролю. И в итоге, как мы это видим, для некоторых компаний, у которых вот такой экономический контроль, экономическая взаимосвязь и зависимость будет признаваться по новым положениям, тогда будут готовить местную отчетность в отношении сделок, которые, как говорится, до Юры не являются в отношении к нам взаимосвязанными сторонами, но по экономическим определениям новым, которые предлагает КГД, будут уже взаимосвязанными сторонами, нам придется готовить. И еще раз подчеркну, Юля правильно подсказывает, порог по выручке у нас остается, 5 миллионов МРП, то есть все-таки не коснется это среднего бизнеса и всех, кто меньше. Фокус останется на крупном бизнесе, ну понятно, потому что проверять, наверное, в мелких средних бизнесе особо никто. С Сулганем не говорит по той простой причине, что вероятность каких-то больших сумм до начления, она, наверное, невысока, поэтому у нового и круга и нет такого интереса. У нас остается 15 минут до конца вебинара, чтобы никого не сдерживать, мы постараемся закончить вовремя. Давайте посмотрим теперь на вопросы. Так, в чате у нас на самом деле есть вопросы. Так, извините, у нас тут и вопросы и в чате, и в Q&A еще есть. Давайте с чего-нибудь начнем. Давайте сейчас вернем. В Q&A здесь были раньше вопросы у нас, раньше появились. Так, ну вот еще раз, извиняемся, даже технически какие-то, может быть, неурядицы. Тут много комментариев было, и я вижу, что они были. Так вот, первый вопрос. Давайте, чтобы все было по-честному, сверху вниз будем идти по мере поступления вопросов. Первый вопрос был у Аиды, у Бакировой, про корреляцию со статьей НК. Аида, большая просьба, вы могли бы написать нам слово «это», чтобы подразумевать, чтобы поняли, в какой момент нам задали этот вопрос. Так, следующий вопрос был про рассылку презентации. Да, рассылка у нас будет, презентацию мы разошлем. Далее смотрим. Вопрос по сделкам, как подходить к анализу таких сделок, нужно ли их документировать. Давайте, наверное, сразу разграничимся. Мы сейчас говорим про текущий закон, в первую очередь, да, и тема сегодняшнего вебинара – это планируемые предлагаемые изменения. Поэтому, когда мы отвечаем на ваш вопрос, мы ответим на него различным образом, иногда, может быть, исходя из того, на что мы ориентируемся, текущие версии или будущие версии. Вот по слопам нужно ли их документировать, надо смотреть для цели чего документировать. Если мы говорим про документирование как обстановление, я думаю, что оно в любом случае было. То есть вопрос про изменения, касающиеся признания сделок, которые не были оформлены, он здесь, наверное, не то, что вы хотели спросить, он здесь неприменим. Как их документировать, необходимо ли их документировать, включать документацию. Если вы, в принципе, хотите это сделать в добровольном порядке, да, скажем так, для себя, аргументируйте. При этом обязательство у вас будет возникать в случае, если это контролируемое, да, помните, остается положение про документацию, по требованию, которое представляет налоговый орган, и вопрос местной отчетности, вы сами смотрите, как у вас местная отчетность, да, необходимо ли мы готовить или нет. Как подходить к анализу по свопам? На самом деле, по свопам вопрос такой достаточно сложный. Пока что в Казахстане практики стоявшейся нету, хотя мы с банками готовили местную отчетность, и в том числе со свопами имели дело. Что мы делали? Мы в местной отчетности показывали, каким образом ценообразование строится в свопах, и показывали, что компании придерживаются рыночных принципов. Если были сделки с несвязанными сторонами внутри самого банка, да, и можно было использовать это сопоставление как внутреннее сопоставление для МСНЦ, мы использовали именно такой подход. Это вот если вкратце говорить о свопам, да. Какие параметры, ну, вы сами, наверное, знаете по свопам, да, есть остальные параметры, валюты, прочности в свопах, то есть свопы же еще делятся внутри на сделки, и в основной части вот это все должно быть сопоставимо, чтобы провести такое сравнение. Если вы хотите более развернутый ответ, давайте мы с вами свяжемся по телефону, по e-mail, или встретимся, и подробнее это обсудим. Так, как введенные изменения повлияют на местную отчетность? Это у нас спрашивает Жанар. Жанар Кашкалиева. Возникает ли обязательство включать в нее информацию по сделкам с перезидентами, которые не входят в группу? Ну, вот я думаю, на этот вопрос мы ответили. Еще раз повторюсь, по действующим правилам точно нужно было включать, если попадали под порог, да, 5 миллионов, ну, оказывались выше порогов на выручке, должны были включать. В следующем году остается то же самое, если это ваши компании-группы, да, но если вот приняты вот эти вот изменения, и взаимосвязанность будет признана на основе новых положений, получается, такого рода сделки тоже нужно. Будем включать местные отчеты. Люда про это подробно рассказала, думаю. Следующий вопрос тоже, так, а вот, следующий вопрос у нас от Джебек Базыловой. Будет ли вот эти вот изменения распространяются на отделке, на которых формированы на 22-й годах? Или также в следующих ринлях? Очень хороший вопрос. Как мы тоже сегодня подчеркнули, по-правильному, вообще по-хорошему, изменения должны обсуждаться, пройти через эти стадии обсуждения, обсуждения, рассмотрения в парламенте, должны быть приняты стандартно, президент подписывает, и только потом должны вступать в силу. Обычно это правильно делается в отношении будущих периодов. То есть, предположительно, до конца этого 21-го года вся эта пройдет процедура, и с 22-го года, с 1-го января, по идее, по-каким правилам, могут вступить в силу. Но мы видели на практике случай, когда реализация ретроспективно вводилась в действие и применялась, в том числе, для цели налогоблажения. Поэтому сейчас ответ 100%, сказать, что только с 22-го года еще действовать мы дать не можем. Давайте отвергнуть ситуацию и смотреть, как будет развиваться эта ситуация. Следующий вопрос. Давайте ниже перейду. Вот Жанар. Введен ли в итоге порог материальности в 200 тысячам РП? Тебя дополнил вопрос, я так понимаю, касательно местной отчетности. Последний раз статус я проверял на прошлой неделе с комитетом госоходов. Приказ с этим порогом пока что еще не подписан. Еще до сих пор внутреннее согласование проходит документ. То есть, счет не принят. Давайте скажем так, не был принят на прошлой неделе. Это мы тоже решили. Забира Закиева нас спрашивает, возможно ли применение в отходе по депозитам такого подхода, как по займам. Ответ «да». Это тоже, по сути, это заюм не существенным образом отвечает на какой-то займам. Следующий вопрос. Мадина нас спрашивает Замбекова. Что означает при отклонении от иношения 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 от максимум или я бы прошу ответить на вопрос аккуратно. Если говорить про отклонения депозонов в текущей версии депозоны, тоже еще раз повторю, у нас все рассмотрено с максимум до максимум от иношения. Если говорить о те поправки, которые мы сегодня обсуждали, то там все зависит от дела. Наверное, я не буду еще раз повторять, но в том, что если в самый в соединенных случае дать больше четырех сопротивленных дел, то мы уже отходим от полного диапазона и законодательно будет рассмотрено интерпространство. Соответственно, любое отклонение это подразумевается до пределы диапазона, но тут еще важный факт в том, что в законе и в текущей версии, по-моему, в отношении продвижения нас не ожидается, говорится о том, что корректировка объекта предоставления производится с увеличением налога. То есть, если вот этот выход диапазона приводит к увеличению до насчитаемого налога, то в такой суть корректировка она будет. Если же наоборот это работает в форме уменьшения, то в такой ситуации корректировка не производится. Первый еще раз сравниваем диапазон, который у нас становится интерквартирным и возможно рассчитать, а корректировка будет производиться по нашим знаниям. Если у нас только одно значение в диапазоне, то это сравниваем с одним значением и корректировка на значение. Да, один вопрос я пропустил. еще раз вопрос как выйти к этому строку финансовая отчетность готова. Я так понимаю местная отчетность, которую нужно прикладывать на финансовую отчетность. Мы на самом деле сталкивались с ситуацией, когда местная отчетность была готова к данной отчетности. отчетность отчетности. Но тут различные варианты отчетности. Наверное, не приложить к убавить значение в будущем период, либо дать не аудированную отчетность. То есть может быть готово, но еще не про аудированную. Имейте в виду, что в законе текущей отчетности такого требования давать аудированную отчетность. То есть вы можете подать аудированную отчетность и это нормально. Да, и еще я тоже хотела напомнить, что законодательно и даже в текущей версии закона разрешается подача скорректированной местной отчетности. Поэтому вот ануарный метр возможно подать пока что той версии, как это есть, а потом уже скорректированной версии можно приложить готовую финансовую я не знаю нас слышно? Если слышно, нормально, плюс поставьте, если вообще ничего не слышно. Можно минус поставить? Звук ужасный, вот пишут там. Я не знаю, попробую миксить. Коллеги, сейчас слышно? Нет? Лучше? Нет? Да, сейчас лучше слышно. Спасибо, Анваз. Я не знаю, почему так, мы ничего не дрогали. Пришлось, я не знаю, нам стоит еще раз ответы или более-менее слышно было просто плохо. Самал, подскажи. Или вообще прям... Вопрос в чат, для тех, кто задавал вопросы, вы полностью услышали свой ответ на ваши вопросы, пожалуйста, поставьте плюсик. Если не услышали, можете, скажем, поставить минус. Так, ну, я вижу в основном плюсики. Спасибо, еще раз в технические палатки. Вроде все должно работать. Почему-то по определенным связям. Так, Жанна спрашивает в момент отчетности новый срок 130 июня. Еще раз подчеркну, это очень важно. Все, о чем мы сегодня говорили, это пока что первый, может, ряд еще староватый проект не незаконно. Это все будет зарабатываться, но, наверное, по сроку, соответственно, если захотят поменять, сократить до 6 месяцев, наверняка противопоставить мало что получится. То есть, намерение уже видно в этих правках, и, скорее всего, за 21 год мы будем сдавать местную отчетность до середины 22 года. Есть пока еще возможность пожить спокойно, но уже не загорали. Пока что еще не принято. Ничего из того, что мы вам рассказали, не принято. Так, давайте дальше теперь. Все, что ли? А, в чат теперь, да, точно. Теперь мы с вами пойдем в чат. У нас здесь тоже оказывается вопрос есть. Так, а что у нас в чате? Мы проверяли. какое назначение функционального анализа? Сейчас, секундочку, да, перейду. Да, задавец вопрос, какое назначение функционального анализа, анализа рисков и откилов, в принципе, где и как используется в мировой практике, будет ли использоваться на локовом органе? Ну, если отвечать на этот вопрос, то назначение функционального анализа, оно, вообще, наличие функционального анализа, оно очень важно, поскольку, Если мы говорим, например, про первый метод, то да, возможно, там важность не такая, как для других методов. Но если, например, говорим про метод чистой прибыли, про пятый метод, который, в принципе, очень часто применяется в различных сделках, например, в сделках из инстрибуторов, в сделках связанных с услугами, то функциональный анализ позволяет понять, какое распределение функций между сторонами и таким образом понять, какая сторона сделки является более простой. Почему это важно? Потому что в целом, как в международной практике, используется такая концепция, что чем проще сторона сделки, тем ее проще тестировать в том смысле, что проще найти более способные компании на рынке. Потому что если мы, например, говорим про какие-то сложные компании, например, если это производитель, у него используются в производстве различные материальные активы, то такую же компанию на рынке очень сложно будет найти и с достаточной уверенностью сопоставить, например, рентабельность этих компаний. Поэтому, на мой взгляд, наличие функционального анализа, оно очень сложно для методов основанных. И еще, наверное, добавлю, скажу, что в целом, как бы, функциональный анализ, он оценивает вклад каждой из сторон. И, соответственно, распределение этой сделки, то есть, прибыль, оно должно происходить в соответствии с вкладом каждой из сторон. Поэтому первое, то, что основной Юлия сказал, это выбор тестируемой стороны, но еще при этом, сколько другого участника перераспределяем прибыль, это тоже все, по сути, зависит от того, что мы видим на функциональном анализе. Вот в мировой практике очень широко распространен этот функциональный анализ, его всегда делают, это неотъемлемая часть любой работы по ТСССР. У нас в Казахстане, пока что из-за слабости вот этих вот методов, всех прочих, чем первый метод, из-за их редкого использования, он оставался на месте. Теперь, получается, будет выходить все больше и больше на перейти. Так, вот я вижу следующий вопрос. По сроку заявления, Саш, что изменения касаются сроку заявления... Заявления, мы так понимаем, об участии международных. Да, скорее всего. Пока что изменения касаются, вот то, что мы смотрели, изменения касаются только срока подачи местной отчетности. По всем остальным видам пока так же. Здесь вот нам спрашивают про материальности сделок. Я так тоже понимаю, это вопрос в отношении местной отчетности. Порога нету, как вы знаете, в текущем приказе министра финансов, что порог материальности утверждается налоговой учетной политикой. Пока что еще не было. Вот так, срок тоже заявления. Да, очень много вопросов по заявлению. Да, очень много вопросов. Так, про методы вот это я не знаю. Вопрос. Некоторые мы вопросы, если честно, не поняли из формулировки. И время нам подходит к концу. Всем просьба, да, если вы хотите продолжить общение, вам интересно получить более развернутый ответ на свой вопрос, обязательно с нами свяжитесь. Всем еще раз огромное спасибо за участие, за ваши вопросы. Всегда рады вам помочь. Насчет слайдов и насчет видео, давайте, наверное, поступим следующим образом. Кому эта тема интересна, кто хотел бы узнать больше, пожалуйста, дайте нам знать. Вот вы свои контакты, да, она как раз на этом слайде показывает. Многие из вас знают. Напишите, мы с вами пообщаемся. А рассылку просто всем участникам, рассылку видео и рассылку слайдов мы всем участникам в порядке делать не будем. Почтем, наверное, больше времени посвятить тем и внимание клиентам, которые, на самом деле, интересны. Большое спасибо. Всем хорошего дня. Всем удачи во всех ваших делах. И надеемся, что все вот эти вот сложности, которые мы видим из проектов закона, либо минует нас стороной, либо не вернулся в вас лично. А так, в любом случае, давайте готовиться к худшему и надеемся на лучшее. Спасибо большое. Большое спасибо. Всем всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok